Назвать ее польской Агатой Кристи было бы слишком просто. Она Иоанна Хмелевская, единственная и неповторимая, одна из наиболее известных писательниц Польши в современном мире. Уже несколько лет автора популярных детективов нет с нами, а ее книги продолжают читать без преувеличения миллионов фанаток и фанатов. К сожалению, стереотипы и шаблоны человеческого мышления слишком крепки и с трудом подвергаемы изменениям. Вот и приходится говорить о богате Кристи из Польши, несмотря на то, что Хмелевская обладает своим уникальным и неповторимым стилем. Первый роман писательницы увидел свет в 1964 году. При этом отметим, что Хмелевская по образованию была архитектором. Одной из самых популярных книг ее стал Лесь, вышедший почти 10 лет спустя после первой пробы пера писательницы. Ироничные истории об одном польском архитекторе и художнике, а вовсе не ироничный детектив, который так массово полюбили читатели в бывшем Советском Союзе. Например, в России книг Хмелевской издана больше, чем в самой Польше. Писательница любила конный спорт, путешествовала по миру. Идею романа «Что сказал покойник?» она придумала, когда в Копенгагене ходила ежедневно через лес на бега. Хмелевская была азартным игроком, знала толк в янтаре. Писательница всегда выделялась своей неординарностью и яркой индивидуальностью, на которую, как мотыльки на свет, светались бесчисленные представители СМИ. Когда говорят о Хмелевской, чаще всего вспоминают такое понятие, как ироничный детектив. Отметим, что пример польского автора оказался заразительным, и книжные полки стран СНГ, начиная с 90-х годов, заполонили тысячи подобных произведений. Главная героиня в них всегда молодая или не очень, женщина, обладающая прекрасным чувством юмора, устойчивостью ко всякому роду стрессам, и возле которой всегда вьются многочисленные поклонники. Подобная формула сыграла свою роль безотказно для приобретения популярности среди читательниц. Тиражи подобных книг превысили все мыслимые пределы, наравне соперничая с любовными историческими романами в стиле Анжелики и Марианы. К сожалению, качество подражательной литературы, как это бывает чаще всего, всегда уступает оригиналу. Хмелевской удалось найти свой неповторимый уникальный стиль и доказать, что не только детективный жанр может считаться настоящей литературой, но и иронический детектив в том числе. Как бы ни была важна криминальная интрига книгах Хмелевской, всегда над сюжетом властно парит юмор, ироничные ситуации. Писательница не боится гротеска. Главная героиня повестей и романов зачастую является буквально альтер-эго автора. Ее нередко зовут Иоанной, она писатель и архитектор. Почти полвека Хмелевская писала книги, каждая из которых претендовала на роль бестселлера. По мнению некоторых польских журналистов, она была одной из самых богатых польских писательниц. Хмелевская написала более 40 томов прозы. Общий тираж книг в Польше более 5 миллионов, в России более 8 миллионов. Ее произведения пытались не один раз перенести на экран. Однако самой Хмелевской почти ни один из фильмов и сериалов не нравился. Ирен Кюн, настоящее имя автора ироничных детективов, скончалась на 82 году своей жизни в 2013 году. Как считают эксперты, популярность ее книг связана с несколькими факторами. Одни говорят, что в ее детективах представлена мягкая версия феминизма, не так сильно бьющая по традиционным ценностям. Ее героини всегда умнее окружающих их мужчин, но в домашних условиях они удовлетворяются классическими патриархальными отношениями. Другие специалисты говорят о том, что книги Хмелевской стали популярны именно благодаря иронической составляющей. Любую ситуацию и явление писательница могла обратить в шутку. Как говорила сама Хмелевская, если бы Нобелевскую премию вручали за юмор, то она обязательно получила бы такую награду. Кроме того, все ее сюжеты вплетены в обыкновенную жизнь. Женщины, читая ее книги, испытывали такие знакомые чувства. Они умнее мужчины, лучше. Только этот мир несправедливо устроен, хотя, возможно, когда-нибудь он изменится в правильную сторону. Как вспоминают современники, книги Хмелевской в свое время были для жителей в социалистической Польше глотком свежего воздуха. Тогда читателям явно не хватало романов в популярных жанрах и коммерческой литературы. Книги Хмелевской стояли особняком. Удивительно, но ее детективы смогли стать хитами во всем мире. Романы Хмелевской не устарели, их можно читать и сейчас, как уверяют поклонники. В свое время ей удалось освободиться из-под пресса идеологии пропаганды. Писательница использовала свою возможность и шанс на полную катушку, создавая радостные, оптимистические по своей сути произведения с хорошей интригой и замечательным юмором. Станет ли Хмелевская таким же классиком, как и Агата Кристи? Станут ли читать ее книги, как и книги знаменитой предшественницы много лет спустя после смерти? Во всяком случае, сама писательница сделала все, что могла, оставив поистине грандиозное и многотомное наследие. Далее все будет зависеть от самих почитателей ее таланта. Будут ли они передавать ее творчество по наследству своим детям и внукам?